Здравствуйте, дорогие друзья! Вот один мой зритель, а может быть даже не один, прислал мне очередное видео вот этой дамочки, на которую я уже снимал свой обзор, почему я чуть не умерла от сыроедения. Правда, она чуть не умерла, если верить ей, ну, оснований не верить нет. Я всем верю, не умерла она от дури своей, конечно же, а не от сыроедения. То есть от природы еще никто не умирал, если только бодается, либо противостоит ей. Вот, что делать нельзя? Вот у нее канал Ромашка, здесь сейчас в одно слово написано, как прекрасно. Вот давайте здесь сейчас и разберемся, в чем она права, в чем нет. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я бы хотела поговорить об одной очень важной теме. Я бы хотела обозначить несколько пунктов, в которых я хочу предостеречь начинающих сыроедов или уже состоявшихся сыроедов, но у которых есть какие-то сомнения и у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Первое, что бы я хотела посоветовать, чего нельзя делать на сыроедении, что может привести к очень серьезным проблемам. Сама я сыроедила 5 лет, я чуть не умерла, я была в очень плохом состоянии под конец сыроедения, я никак не могла сойти назад на варенку, у меня была куча проблем со здоровьем. Вы все это, наверное, уже видели в моем видео «5 лет на сыроедении. Мои проблемы со здоровьем», потому что многие зрители, которые подписаны на этот канал, пришли именно через это видео. Так вот, проанализировав за два прошедших года после исхода сыроедения свои ошибки и проблемы, я поняла, что есть несколько основоположных пунктов, которые делать нельзя никогда на сыроедении, потому что это может привести к серьезным проблемам. Первое, чего я не советую делать на сыроедении, это отказываться от соли. Нельзя отказываться от соли, вас это может привести к очень серьезному обезвоживанию. Соль содержит в себе прежде всего натрий. Помимо этого, она содержит еще в себе очень много микроэлементов, которые требуются. Обязательно нужны организмы. Я поражаюсь над дурью еще до сих пор. Ну ладно, там сто лет назад не понимал кто-то, хотя как раз понимали. Но сейчас как можно это не знать, что минералы могут усвоиться только в органической форме. Так природа создала. Когда минералы неорганические вместе с водой, растворенные в ней, поступают в корневую систему растения, дальше в листья, то именно в листьях, в хлоропластах идет вот этот сакральный процесс фотосинтеза, то есть образование органических веществ на свету. И вместе с этими сложными органическими молекулами жиров, белков и углеводов, вместе с ними как бы закрепляются, формируются, входят в состав этих сложных структур именно минералы. То есть они уже преобразуются растением в органическую форму своего существования. Только такие формы могут усвоиться и организмом человека, и более того, организмом любого животного на нашей планете. По-другому быть не может, поэтому из соли никакие минералы не усвоятся. Они могут вовлекаться в определенные биологические процессы, но это неправильно говорить, что они усвоятся и так далее. Потом натрий содержится и в сельдерее, и в огромном количестве овощей, во всей зелени. Его достаточно и более чем нужно. Поэтому это вот просто глупость насчет соли. К тому же, я вас не только к Полю Брегу, а вы скажете, вот уже это давно изъезжено, известно. Хорошо, посылаю вас, например, есть книга академика Савелова Дерябина. Именно там про соль. Я не помню сейчас, как называется, было уже это давно, я не могу найти. Поэтому, так сказать, посмотрите сами. Если будет интересно, прочтите там вся логическая, вот эти логические научные выкладки и так далее насчет соли. Я знаю людей, причем мясоедов. Ну, например, одного по старым делам был, много лет знал. Вот он сейчас более 20 лет полностью без соли, вообще ничего с солью не употребляет. Но он еще и при этом не веган, сырадает, мясоед. То есть, он даже ест вот это все без соли. Потому что, когда-то прочел книгу Поля Брега, поверил, он прекрасно себя и чувствует, и все. Ну, по крайней мере, насколько это, так сказать, возможно, не хуже, чем основная масса людей. Вот, и на сыроедении вы можете их все растерять в случае различных каких-то ситуаций. Например, диарея, да, вы теряете соль, а у вас она... А диарея, гражданочка, вот как раз это и проблема, если была диарея. Это дисбактериоз называется, ну, пусть назовем это таким словом. То есть, когда нарушается работа и соотношение определенных бактерий у нас в кишечнике, когда начинаются газы, вздутие, так сказать, колики и так далее, и так далее, с очень многими вытекающими последствиями. Кстати, у меня сейчас уже опубликованы к моменту выхода вот этого видео, которое вы сейчас слушаете, да, видео про дисбактериоз и кишечник бактерий микрофлоры. Вот я советую его посмотреть, и тогда вы все досконально, это к зрителям я обращаюсь, поймете, что к чему. Так вот, минералы, еще раз, можно получить только, усвоить, чтобы организм полностью их вовлек в биологический оборот, и процессы биосинтеза белка, и других сакральных, так сказать, внутренних процессов, и с гормональными системами там связанные и так далее, это вот только если они в живом виде, то есть в ионном коллоидном вот этой форме, в органическом виде находятся минералы, а не в неорганическом, потому что это тогда то же самое, такая же чушь и бред, как вскипятить воду минерализованную, минералы выпадут в осадок, и вот этот осадок ложками есть, что тогда будет? Ну, плохо будет, очень плохо, и с почками, и не только с ними, и вот это примерно она сейчас говорит, что за бред. Она не восполняется. То, что все содержится в овощах и фруктах, это неправда. Это... Не все. Очень много людей пострадало на сыроедении, именно отказавшись от соли. Бред, полнейший бред. Огромное количество людей на сыроедении, которые по 20 лет, по 30 и более, и никакую соль не получают. Та же Аннет Ларкинс и другие. Отрывочки покажем. Это вообще просто, так сказать, ну полное тотальное невежество и вера. Я ем овощи, фрукты, орехи, семечки. Я ем также много проростков. Я проращиваю все. И, разумеется, есть это все в натуральном сыром виде. Самое главное для меня, если вы будете есть все в натуральном виде, а не в приготовленном или обработанном, это улучшит качество вашей жизни. У меня была знакомая девушка, которая сыроедила несколько месяцев, но она была при этом веган, и она не употребляла несколько лет соли. Стоп, так она веган все-таки была или сыроед? И потом, она несколько месяцев, за несколько месяцев вообще ничего быть не может по причине этого питания. Ну то есть вообще ничего. Серьезные проблемы, похожие на мои. И она совершенно не могла купаться в море. Когда у меня случились подобные проблемы, я поняла, почему она так не любила море. Она жила в Таиланде, и она не могла купаться в море. То есть она не хотела, не могла жить на море. Когда со мной случилось подобное, я поняла, у нее была такая большая потеря соли, что плавание в щелочной воде... Это как исследование проводили, брали анализ крови и ткани, чтобы посмотреть, каких солей, что значит соли, минералов может быть соли. Понятно, что минералов, каких конкретно не хватало. Что за бред? Это она вывела почему? Потому что верит в это, вероятно, по вере. С помощью осмоса через кожу, вот эта соленая вода, она вытягивает еще сильнее жидкость. То же самое случилось со мной. Правильно, пить надо, потому что надо просто пить. А некоторые сыроеды просто не пьют. Говорят, что все из фруктов, овощей они получат. Жуткое обезвоживание. Обычно следствием этого бывает... Я просто в шоке. Вот если есть обезвоживание, человек по пустыне идет и загибается, если ему глоток воды не дать. Грубо говоря, очередной какой-то критический глоток, последний. Но если ему дать, то обезвоживание постепенно у него пройдет. То есть как решается проблема с обезвоживанием? Пить воду надо. Проблемы с ЖКТ. Вот, поэтому соль, она очень нужна. Жуткие проблемы с ЖКТ. Проблемы жуткие с ЖКТ, потому что арахисовое масло жрать не надо. Всякую прочую гадость, которую многие американские сыроеды ввели в рацион, и это составляет основную пищу. То есть вот это огромное количество омега-6 жирных кислот. Ну там и омега-9, а омега-3 мало и меньше, чем нужно. Вот тогда меняются обменные процессы. Да еще вскармливают бактерии патогенных. Да, даже на сырой пищу, если она сладкая, что-то там смешано, так сказать, с маслами, предположим. То есть ошибки здесь делать не надо. Привет, я Джон Коллер. Сегодня у нас особенный гость, доктор Рик Дина. Он на сыроедении последние 27 лет. Вы, вероятно, знаете, что на сырой растительной диете вы можете получить почти все необходимые нам нутриенты. Кроме, может быть, нескольких вещей. Но мы все знаем, что возможен дефицит витамина В12. Но вы можете иметь дефицит витамина В12 и на стандартной американской диете. Возможно, дефицит витамина В12, если вы проводите недостаточно времени на Солнце. Но сегодня мы хотим поговорить об одном из основных, об очень важном предмете. Это незаменимые жирные кислоты. Доктор Рик, можем ли мы иметь дефицит жирных кислот на сыроедении? Вы можете. Это зависит от того, какого типа сыроедения вы придерживаетесь. И на традиционном питании вы можете иметь дефицит жирных кислот. А может быть, и все в порядке. На любом типе питания может быть дефицит, или его может не быть. Это зависит от того, какой пищей вы питаетесь. Существует только два типа незаменимых жирных кислот. Одна из них – омега-3 жирная кислота. Она называется альфа-линоленовая кислота. И другая – омега-6 жирная кислота. Она называется линоленовая жирная кислота. Большинство людей употребляет намного больше омега-6 кислот, чем омега-3 кислот. Омега-6 способствует воспалительным процессам. Очень много омега-6 в кукурузе, семенах клопков, соевом масле, которые в изобилии находятся в обработанных продуктах. Большинство людей употребляют эти продукты, что приводит к воспалительным процессам в различных органах, в венах, суставах и других местах. Они употребляют недостаточно омега-3 кислот, которые помогают уменьшить воспалительные процессы и держать все под контролем. Омега-3 кислоты помогают понизить ваш триглицерид, понизить ваш холестерол, улучшают работу клеток головного мозга, улучшают работу гормональной системы и очень много других полезных вещей. В зависимости от того, какой пищей вы питаетесь, у вас может быть все в порядке с насыщенными жирами, а может и нет. Какие хорошие источники омега-3 на сыроедении? Прежде всего это льняные семечки, чае-семечки, конопляные семечки, грецкие орехи. Это хорошие источники, одни получше, чем другие. И некоторые из вас, может, слышали, что зеленые листовые овощи отличный источник омега-3, если вы употребляете их в достаточном количестве. А если вы едите большое количество зелени, там овощных соков, конечно, и фруктов только, так сказать, отдельно, и достаточно балансировано по минералам, витаминам и так далее, вся эта пища, то проблем нет и быть не может. Проростки надо есть. Вот проростки, которые и мало калорий содержат, и огромную питательную ценность, и по витаминам, потому что синтез в них, в проростках, идет, ну, по отношению к спящим этим же самым семечкам, до 20-30 крат по многим витаминам. Например, витамин С, по очень многим семенам, от бобовых там до разных злаковых. Кислотность недостаточно высокая. Кислотность недостаточно высокая. Ой, какие общие слова красивые. А суть-то в чем? Хоть какое-то доказательство биологическое есть? Все это очень может пагубно сказаться, вплоть до смерти. Почитайте исследования. Если животное, живое существо, животное, любое, не только человек, находится долго в соленой воде, оно просто умирает от изможивания. Правильно. Ну, это вообще. А если долго животное в костре находится, оно умирает от теплоты. Оно от тепла умирает. А если животное достаточно долго в бензине находится, почитайте исследование, то оно просто разъедается кожей, задыхается парами. Ой, слушайте, я вообще в шоке. Если долго, да если долго и в навозную кучу кинуть тоже будет, хотя это органическая натуральная масса. Именно поэтому многие люди, которые, допустим, попадают в ситуацию, находятся долго в соленой воде, их прежде всего, с ними проводят действия от обезвоживания, когда их спасают. Вот. Сама я пострадала и в связи с купанием в соленой воде, будучи сыроедкой, и с неупотреблением соли, и с ощелачивающими процедурами, такие как соновые ванны. Я также купалась в бассейне с минеральной водой. Там, где я жила, был рядом бассейн с минеральной водой, и я купалась с ним. У меня начались проблемы со спазмами в мышцах. У меня дикие боли в спине. Это не от того, что купалась. А вот неужели нельзя допустить, хотя бы просто допустить, что проблемы определенные начинаются не только тогда, когда в этот миг, когда они начинаются, или день назад от этого момента в голову пришло, а что я делала день назад, у меня сегодня спину заломило, а я купалась в бассейне, а там минеральная вода. Да вот в чём дело. Это вообще наплевать на то, что там никакого отношения к магнию, то, что, так сказать, это имеет действительно, не имеет купания в воде. Вообще бред полный. Всё это было связано с тем, что вместе с водой же вытягиваются ещё и необходимые микроэлементы. В общем так, с кожей, с потом, практически микроэлементы не вытягиваются. А выделяются более мелкие токсичные вещества, которые действительно по законам осмоса, то есть вот этого проникновения через полупроницаемые мембраны, растворители, от плотности, так сказать, меньше и больше идёт. То есть, соответственно, действительно токсичные вещества через кожу вытягиваются. Поэтому у пловцов, кто в море, особенно часто, кожа более-менее здоровая всегда, потому что очень хорошо очищаются кожи. А надо просто пить. И, естественно, конечно, чтобы с пищей минералы поступали в достаточно нужном количестве в организм человека. А если есть 2-3 продукта, да ещё бедные минералами, или там хоть 22 продукта, ну только бедные минералами, как сейчас все, это самая большая беда. Я об этом в огромном количестве своих лекций постоянно говорю. Вот про почву, про экологию лекций, почему сейчас из пищи человек не получает достаточное количество минералов по объективным причинам, потому что почвы бедны. За 100 лет интенсивного сельского хозяйства огромное количество, особенно микроэлементов, ну макро тоже, но главный микро, вытащили из почвы, но не внедрили обратно. Потому что оборот вещества в природе нарушен сейчас. Потому что нет лесов, потому что гигантские поля, потому что туда минералы никак по-другому поступить не могут, если это только не лёсовая терраса, либо не заливные пойменные луга. Когда минералы переносятся из верховьев по течению, разливаются сылом и остаются после, так сказать, ухода воды на этих заливных лугах. Вот если этого нет, то не могут из воздуха они, грубо говоря, взяться в почве. Вот в чём дело. А многие продукты питания, ну та же кукуруза, потребляет вообще всё, высасывает из почвы. И, конечно, почвы там беднеют. И поэтому даже с кукурузой, которая там рекордсмен практически по минеральному составу, как бы в теории, на практике, она может и практически ничего не нести в своём составе, вот именно в своём теле, в плодах. Так что вот эта вот проблема в чём? Ужасная потеря магния. Магния – это просто необходимейший микроэлемент. С магнием связаны все электромагнитные процессы в нашем организме. Ох, а с литием не связано? Дамочка, наверное, не знает, что это связано с литием. Это наши батареи. Фактически мы работаем клетки на литиевой энергии. Но это ладно. Магния действительно нужна, она права. У многих вот спазмируют мышцы из-за недостатка магния. Но об этом сейчас поговорим. Смедвижение крови, действие мышц. Если есть нехватка магния, может быть, какие угодно спазмы. Вот у меня, например, были спазмы в глазах. Надо было не апельсиновый сок пить. Я не знаю, что она там пила, но я условно так прикалываюсь. И есть урбичи сыроедные типа. А надо было зелени есть побольше. А не слушать идиотов. Тех, которые на сыроедении говорят, что это не нужно, что одни фрукты и так далее. Зелень. Потому что вот всё, что зелёное, это я так говорю для тех, кто вообще не в теме. Вот всё, что зелёного цвета, содержит столько магния, сколько не содержится ни в каких там животных так называемых продуктах. Вот сюзи, укроп, петрушка, сельдерей. Вот эти зелёные коктейли, которые правильно совершенно в своё время Бутенко рекламировала. Вот это да, это вот правильно. Поэтому любое зелёное и никаких проблем с магнием не будет. Ну, там кто-то суперпродукты, не хочет есть много зелени. Значит, пожалуйста, спирулина, сок пророска пшеницы, допустим, в таблетированном виде и так далее. Содержит гигантское количество магния. С мышцей глазной. А я мучилась два последних года на сыроедении. Я не могла выходить на яркое солнце. Блин, вот был бы рацион. Ну, и так можно по полкам разложить. В принципе, и так всё понятно. То есть, там были с маслом разные, большим количеством, может быть, салаты. Но без зелени практически. Одни помидоры и огурцы. Хотя даже и много огурцов есть, и то магния можно много получить. Ну, это ладно, допустим, там нет. Допустим, я же не знаю, какие она огурцы ела. Может, химические, синтетические, из какого-то агрохолдинга. Ну, предположим. А что она ела? Наверняка фрукты в основном. Мандарины, апельсины какие-нибудь цитрусовые, ещё что-то. Я не знаю. Но на нормальном сыроедении, когда много зелени и проростков, я уверен, что она не ела проростки, как это в идеале должно быть. Ну, тогда бы просто не могло быть, даже теоретически быть проблем с магнием. Я не могла, много чего не могла, просто не могла. Я не понимала тогда, что это было связано с потерей магния, с потерей жидкости и солей. Так что ни в коем случае, я вас умоляю, не отказывайтесь от соли, не верьте доводам, что соль содержится, вся необходимая в овощах и фрукте. Какая соль? Что такое соль? Это что, натрий хлор? Соль. Соли – это минералы, вот эти соли, и металлов, и так далее, вот эти все, так сказать, начинают магния, натрия, калия и прочего. Всё это понятно, что соли минеральные, то есть говоря об этом, минералы, они делятся на микро- и макроэлементы, да? Их десятки. Вот все они содержатся в растениях. Другой вопрос, в каких и где выращены эти растения? И действительно это проблема. Поэтому для современного человека, в современных городах, тем более, кто не ест там не только органическую пищу, а, допустим, там вот с высоким содержанием минералов, выращенные на богатых ими почвах, да, это беда современной, но это беда и для мясоедов, и для кого угодно сейчас в наше время. Дефицит минералов есть у любых людей, кто бы что не ел. Поэтому, да, есть специальные продукты, типа фукуса и так далее, которые действительно содержат все минералы. Но это можно и более сложным путём подобрать. Это просто надо повозиться и подбирать продукты разные. Ну, конечно, в наше время всё-таки тяжело обойтись, чтобы быть здоровым человеком, без так называемых суперпродуктов, которые содержат в концентрированном виде большое количество вот этих полезных, нужных, жизненно важных элементов питания, и жирных кислот, и разных витаминов, и так далее, и так далее. Она может быть и содержится, но она у вас не усвоится, потому что там определённые пропорции этих солей находятся в овощах. Стоп, секундочку. Какая разница, какие пропорции? Это всё вообще не знает, о чём говорит. Если организму нужны потребные какие-то минералы, в них дефицит, он ест овощи, как вот она говорит, и не получит, это как он может не получить? Организм возьмёт путём расщепления до мономера всех этих элементов, всасывания в кровь в тонком кишечнике, ну, что-то частично в толстом с водой всосётся, и вот это поступит в кровь, пойдёт в клетку, и там клетка возьмёт то, что ей нужно на процессы обмена этих минералов. Какой пропорции? От пропорции усвоение вообще не зависит. Я имею в виду от пропорции, как она сказала, содержание разных минералов в одном продукте, или в нескольких продуктах живых, тем более она же про сыроедение говорит, это вообще бредятина. Вот о чём говорит? Лишь бы любой набор слов, лишь бы оправдать свою теорию. От чего эта теория идёт? От злобы её внутренней. Какой? Ну, от злобы, что она на сыроедении. Другие могут, а она не смогла. И она сейчас себя вбила в голову, или просто врёт, ну, я думаю, ладно, я всегда верю, что люди никогда не врут. Ну, предположим, она верит искренне в то, что, обидевшись, что она не смогла, это подсознательная обида, такое самопрограммирование, что кто-то может, а она нет, что у неё не получилось, что у неё не хватило, так сказать, мозгов или силы воли, аналитики, да, здравой, какие ошибки она совершила, ну, ей проще обвинить теперь сыроедение, нежели свои идиотские ошибки, которые она допускала. И я видел истории разные на сыроедении, когда что только не творят. Ну, вот как Ульяна Роуд это. Что она ела? Ну, два месяца или три, я уж не помню. Только зелёный лук дошла до... Ну, у неё были проблемы. А если бы кто-то только чеснок ел, я думаю, он бы недели через... Может, через неделю бы уже получил серьёзные проблемы. Ведь, как говорится, можно и много чего сломать, сдуру-то. Вот, и они, поступая в такой пропорции... В какой такой? Они просто не могут задержаться, потому что... Задержаться? А где они должны задержаться? В кишечнике забиться? Мешочек там набить и задержаться? Ну, это вообще... Кальций не задерживается, если недостаток магния в организме. Они антагонисты. Вот оно как. У вас будет просто размягчение костей, если у вас будет нехватка магния. У вас будет потеря волос, у вас будут ломаться ногти, проблемы с кожей. Вот как. Не отказывайтесь от соли. И лучше употреблять соль по сезону, конечно. Конечно. Летом лучше каменную соль, например, гималайскую, зимой поваренную, так сказать. Весной лучше соль какую-нибудь из рудников добытую, так сказать, потому что там всё в пропорции, какой нужно. И по сезону это всё натурально. Ложками столовыми. Употреблять её морскую или поваренную. Да, прям поваренную. Натрий хлор. Прекрасно. Из пачек, которые продаются в магазинах, вот этот натрий хлор, прям ложками в себя запихивать, и будет всё зашибись. В некоторых ситуациях нужна. Да, она нужна. Я отдельно сниму видео про соль. Но соль, допустим, поваренная, она содержит очень много микроэлементов. И морская тоже. Лучше всего розовая гималайская соль. В ней очень много микроэлементов. В ней есть магний, в ней есть железо. И по себе я чувствую, что она очень хорошо действует. Последний год я её употребляю. Не только её, но и её в том числе. Второе, что я советую не делать сыроедом, на чём я погорела, это увлечение соками. Одна моя знакомая, сейчас даже не про себя буду говорить, одна моя знакомая, она очень крутая сыроедка, она сокопица, она голодала, по месяцу голодала, по-моему, два голодания по месяцу было. Она преподаватель йоги, известный человек в интернете, живёт она в Санкт-Петербурге, она очень сильно погорела на этом. Она заработала себе диабет, и она не понимала. Она думала, что она уже перешла на прану. То есть она пьёт пол-литра сока в день. Секундочку. Она что, идиотка? Я извиняюсь. Или просто так информация вот этой дамочкой донесена о той женщине неверно. Тогда, конечно, я извиняюсь про ту женщину. Если человек пьёт по пол-литра сока или там больше в день, или там как, то как может этот человек утверждать, что она питается праной, если она питается соками? То есть конкретно веществом, растворёнными в воде, там минералами, витаминами, пектинами растворимыми и так далее. Это что за бред-то? Проводит бешеное количество тренировок и при этом не худеет, поправляется. А посмотрите, кого это интересует. Мою лекцию про, во-первых, сахарный диабет, ну это ладно, а во-вторых, про ожирение, лишний вес. Дело в том, что есть несколько причин, когда люди вроде бы ничего не едят, но при этом даже полнеют и не сбрасывают вес. Абсолютно определённых несколько причин. Кстати, одна из них – это тоже дефицит определённого минерала. Не буду сейчас говорить, какого специально, чтобы был интерес эту лекцию всё-таки посмотреть и понять в совокупности, то есть целостности донесения информации, какие разные факторы, причины влияют и могут приводить к тому, что человек набирает вес, но не снижает его. Самочувствие у неё всё время ухудшалось. Ну, конечно, при дефиците каких-то элементов важных питаний, например, витамин D3, B12, там некоторых минералов и так далее, действительно, будет ухудшаться у любого человека. А если у человека есть паразиты, будут ухудшаться. И неважно, человек тот мясоед, сыроед или ещё кто-то по питанию. Паразиты могут быть у всех. Вот недавно читал книгу жены Абрамова, ну, известный русский писатель, Фёдор Абрамов. Так вот, у него жена в своей книге, в воспоминаниях, описывала, как в 83-м году ему сделали операцию. Центр пульмонологии Углова положили в Петербурге, ну, в Ленинграде, а, так сказать, думали, три варианта ставили. Рак лёгких, либо там туберкулёз, либо ещё, не помню, третий вариант. У меня оказалось ни один, ни другой, ни третий. А знаете, что оказалось? Ихинокок. Паразит. Фина. Ихинокока. Ну, посмотрите мою лекцию по паразитам. Снимите розовые очки насчёт того, что, ой, мы будем бегать, ромашки нюхать, всё хорошо, природа сама отрегулирует. Нету паразитов, врагов у нас в природе. Всё прекрасно. Я, знаете, поражаюсь над этими такими, знаете, такими полухиппи, полу какими-то вот, ну, блаженными, я так скажу. Может быть, эта дамочка тоже блаженная была, а может быть, до сих пор остаётся ей? Вот. Пока она не задумалась об этом, пока она верила в то, что у неё проноедение... Какое... А как? Ну, то есть, она действительно верила, вы утверждаете, ну, значит, с ней, с дамочкой, с той тоже не всё в порядке, с головой. Она на проноедение, а в елосу... Если бы она не пила ничего, то есть, ни в воду даже. Ну, хорошо, ладно, пусть в воду только. Ну, допустим. И полгода жила бы только на воде, и она могла бы ещё в какой-то мере сказать, что она питается праной. Ну, ладно. Значит, я уверен почти на 100% в том. Можно проверить, если кто-то знает, о ком идёт речь, кто это в Питере, преподаватель йоги. Я уверен, что она пила соки фруктовые. То есть, абсолютно уверен в том, что там были в основном апельсиновые и так далее. И, конечно, в этом случае, при определённых проблемах с организмом, которые до сыроедения ещё развивались, может быть, даже с детства, безусловно, она могла заработать диабет второго типа, только второго, не первого, потому что потребляла излишнее количество сахаров, при том, что был нарушен дисбаланс по минералам. Нарушение баланса по минералам, неполучение определённых, ведёт к изменению гормональных систем организма, в том числе нарушение работы поджелудочной железы, которая вырабатывает гормон инсулин. Вот. И, безусловно, это неудивительно насчёт второго типа. А вот если бы эта дама пила бы овощные соки, как это рекомендовал Норман Уокер, ну, таких проблем бы не было и не могло бы быть. И от этого она пухнет, от праны. От праны пухнет, то есть переедает. Продолжала вот это всё. Потом, когда она занялась серьёзными обследованиями, наконец-то, когда уже ситуация с гормонами вышла из-под контроля, самочувствие. Она уже вышла, конечно. Оказалось, что у неё просто диабетическое состояние, и теперь ей приходится делать уколы по 50 тысяч курс. И это не помогает, потому что эти уколы рассчитаны на людей с диабетом, которые питаются обычно, а не на сыроедов. Они не рассчитаны на людей, которые питаются как то. Они рассчитаны на то, чтобы снизить уровень сахара в крови. Не на пранаедов, и не на сокопиц. Поэтому я вас умоляю, соками увлечения очень-очень опасны. Любыми соками. На каком-то этапе, в каком-то количестве. Она делает снисхождение, и всё-таки разрешает иногда пить на каком-то этапе. По чуть-чуть. По чуть-чуть. С балансированным питанием соки могут быть полезны. С мясом, рыбой. Они могут оказать очень хорошие восстанавливающие действия. Но так как люди увлекаются соками на сыроедении, они перестают есть вообще всё. Они не едят соль, они не едят белок, они только пьют. А надо есть обязательно соль. Тогда можно соки. Ну, естественно, там яйца, рыбу, молоко. Что там она сейчас к чему пришла? Допустим, фруктовые соки и всё. А вот не надо фруктовые соки, овощные надо. Это убийство просто своей поджелудочной. Поймите, столько сахара не переработать в вашей поджелудочной. Тем более, если вы давно не употребляете в белок, если вы веган, если вы уже как-то... Если вы только не марафонит спортсмен, у кого это пройдёт, тогда да, фруктовые могут быть вполне на период интенсивнейших нагрузок, вполне нормальные. Денис Михайлов из Ставрополя побил рекорд Гиннесса по бегу. Запись проводилась в Нью-Йорке, где рекордсмен сейчас работает. Михайлов бежал 12 часов на беговой дорожке. Его результат 129 километров, 616 метров. Рекорд теперь российский, написал Денис на своей странице в социальной сети. Время сыроед, ваша поджелудочная, она просто работает уже не так, как у человека, который питается сбалансированно. Сбалансированно. А что такое сбалансированно? Пусть вас это не пугает фраза, потому что когда я сыроедила, очень много было проклятий в сторону вот этой фразы сбалансированное питание. А потому что... И правильно, потому что многие люди это слово употребляют, не понимая вообще значения этого термина. Сбалансированно. Действительно, говоря о необходимости обязательного потребления животных, именно белков в определенном количестве и прочего-прочего, что является, конечно, полной ахинеей. И поэтому у людей возникало такое, да, действительно, вот это негодование по поводу этого термина. Потому что все, кому не попадя, повторяя, как попугая друг за другом, не понимая ничего в этом. Поэтому вполне нормально, что это вызвало уже анегнотическое такое вот раздражение от этого термина, не в попад потребляемое всем, кому не попадя. Как же осуждали всех диетологов. Правильно делали. Все казались дураками. Вот только изюм один был умный. Ух ты! Вот как у нее рвет. Но сами-то они не сыроеды. Не бывает сыроедов, поймите, вот этих со стажем 10 лет, у которых вот... Это ложь полная. Полнейшая ложь. Вот идет она откуда только? От полного невежества, прозомбированности уже мясом, либо все-таки от какой-то вот подсознательных проигранной теории, которую в жизни не смогла воплотить, от разочарования. От чего такая злоба? Такие мышцы, фотографии которых вы смотрите и удивляетесь, вы ими восхищаетесь, вы хотите им подражать, но это миф. Это выгонка просто. Это образ раздутый для заработка, поймите. Они хребут огромные деньги. Шушь собачья. Вполне может любой человек накачаться. На сыроедении, даже на фруктоедении. Хотя нет, не получится, потому что там надо потреблять большое количество все-таки аминокислот. Аминокислот, хотя теоретически допускаю, ну предположим, ладно, а на сыроедении вообще легко. Вон те же специальные, так сказать, вон спирулина 68% белка, протеин спецназ 82% из-за подсолнуха полученной. И так далее. Потребляя в нужной пропорции, рассчитав правильно аминокислоты, ну чтобы витаминов хватало, минералов, жирных кислот, да никаких проблем качать. Не мясо дело не в мясе или в животных белках, а в аминокислотах, в соотношении определенном, которые должны быть в клетке. Вот и все. Которые делят клетку, увеличивая мышечное волокно и так далее. У меня есть лекция подробная про набор мышечной массы. Вот и все. Простой скромный таксист, у которого не так уж много денег, который не ел мяса уже 8 лет и который питается только сырыми овощами, фруктами, орехами и семечками. Денни 53 года. Он стал веганом-сыроедом 8 лет назад. Это моя скромная квартира. Я не богат. Я простой таксист в Лас-Вегасе. У меня нет много денег на еду. Я не использую пищевые добавки. Только сырые овощи, фрукты и орехи. И если я это сделал, стал таким большим, то и вы тоже это сможете. Что ты ешь? Все, что мне хочется, что относится к сырым овощам, фруктам и орехам. Вот поэтому они свои фотографии публикуют с вот этими бицепсами, рассказывая всем, что они в носоках, нарастили себе чего-то вот тут. Не слышал, кто говорил на соках. Потому что этого не может быть. А, вот почему. Ну, она доказала, что... Давайте согласимся. Это не бывает, потому что не может быть. Все. Вот. Это очень важно. Очень важно. Увлечение соками приводит к диабету и к тому, что... А почему такие бешеные глаза? ...себе поджелудочную, а потом не сможете вернуться на нормальное питание. У вас организм ничего не будет переваривать. Правда? Очень важно не заниматься чисткой кишечника на сыроедении. Это было основной проблемой, от которой у меня случился вот просто вот такой скачок в здоровье вниз. И до сих пор, до сих пор, после этого кишечник у меня не восстанавливается. Ну, если нарушена кишечная микрофлора, если ела одни омега-6 и омега-9 жиры, ну, естественно, это вполне нормально. Был дисбактериоз. Минералов, значит, а при дисбактериозе, скажу вам так, даже человек, если потребляет пищу с достаточным количеством витаминов, минералов, то перерабатываться, а главное всасываться в кровь, они не будут в полном объеме. И тогда человек будет испытывать со временем дефицит и в витаминах, и в минералах. И, конечно, испытывая дефицит, постепенно организм будет рушиться. И если при этом состоянии, именно при этом, начинать очищать организм клизмами, там, кружка эсмархомагнезия, там, и так далее, и часто это делать, то, безусловно, будет еще больший дефицит в организме минералов, витаминов. И это приведет к проблемам. Чтобы этого не было, нужно пройти сначала антипроцитарную программу, потом, как я говорил всегда, напитать организм недостающими элементами питания, всеми, потребляя и суперпродукты, и качественную пищу, и так далее. А потом уже тогда можно голодать, как очистительный, такой, на клеточном уровне прием. То есть, нужно разбить это на несколько этапов, а не бросаться сразу, а все это ерунда, если я на сыроедении могу делать чего угодно. Вот такие дурачки попадают в проблемы, как вот эта дамочка сделала, во все тяжкие кинулась сразу, бездумно, не понимая ничего в биологии, в биохимии, в физиологии, ничего не понимая. А теперь виновата сыроедение. Нечего пинять на зеркало, коль рожа крива. То есть, после сыроедения я еле выкарабкала, я чуть не сдохла, никто не мог объяснить мое состояние. Я бы объяснил, я бы объяснил состояние, но никто не мог, потому что, ну, не нашлось, кто мог, а сама не понимала ошибок. Поймите, что если вы в этом состоянии придете за помощью, люди будут вот такими глазами на вас смотреть, потому что все анализы, по которым они разбираются с состоянием здоровья человека, они рассчитаны на людей, питающихся по-другому. И эти анализы, они ничего им не дадут. Дадут. Дадут, прекрасно. И B12, то есть, вернее, гомоцистен будет повышенный, D3 понижен, все это, К-витамин будет дефицит, как правило, но если зубы там десны кровоточат, либо из носа течет при буквально небольшом ковырянии в носу кровь, то, как правило, дефицит. То есть, есть признаки, по которым можно судить, это признаки. А анализы все прекрасно покажут. Ну, что за бред? Прекрасно покажут. А вот, что не показывают анализы, так это вот, во-первых, потому что это общие анализы, а нужно сдать расширенные, биохимические. Нужно сдать анализы в зависимости от того, то есть, понимать на что и когда какие анализы сдавать, а не просто, так сказать, общие, на эритроциты, сои и прочее. Понятно, что там может быть все в порядке, но просто не сдали на те, которые бы показали проблему. Я подыхала, ходила по врачам, а анализы у меня были классные. У меня были классные анализы, потому что они были классные для среднестатистического человека, среднестатистического. Вот. А я просто сдыхала. Я не могла жить полноценно, я не могла передвигаться, я не могла работать. Вот. Вы хотите до этого себя довести? Не, никто не хочет себя до этого довести. Вот какая крикуша. Чистками своими кишечника. Если вы на сыроедении начинаете чистить кишечник, вы теряете кучу микроэлементов, которые никогда не восстановятся, особенно если вы питаетесь без соли, особенно если вы не жрёте белок, особенно животный белок. А, животный. Ну, дошли уже до истины той прописной. Нужен животный белок, потому что это истина, потому что это необходимо человеку, доказало. Какой животный белок? Просто вот хочется сказать, да мне напишут потом, зачем я так грубый и так далее. Ну, просто идиотизм поражает. Не белок нужен, блин, человеку, а аминокислоты. Потому что белок любой синтезируется в каждой клетке организма. Любой белок, животный, растительный, если бы человек будет есть, то он всё равно обязан разбираться и будет разбираться в нашем ЖКТ до мономеров, до аминокислот. Любой белок, аминокислоты, всасываясь в кровь, разносится кровью в каждую клетку организма, где идёт синтез белка в рибосомах, органеллы, таки сборка белка, из чего? Из аминокислот. То есть, любой белок всё равно разберётся, поэтому нам нужны аминокислоты. А значит, нам просто надо понимать, что не должно быть дефицита в аминокислотах и в заменимых, и в незаменимых, в первую очередь. Для этого надо понимать, в каких продуктах, где что содержится, и просто потреблять эти незаменимые аминокислоты, в том числе, в должном количестве, чтобы не было дефицита потом уже, в белках наших, которые построит наш организм, а только он строит нужные нам белки. Неужели это не... Причём тут животные белки, растительные белки, какая дамочка, вообще безмозглая, просто я поражаюсь. Так вот, продуктов, которые содержат их в большом количестве, огромное количество. А проблема её в дисбактериозе, в колоссальном этом, была. Вот в чём. Тогда, если нет дисбактериоза, нормальная симбиотическая микрофлора работает в должном количестве, в полной мере, то тогда она синтезирует все аминокислоты. Это известно и давно уже научно подтверждено и доказано. Любые аминокислоты, все незаменимые, синтезируют кишечные микрофлоры нашего организма. Абсолютно все. Это второй способ получения аминокислот, помимо непосредственной из пищи. Их два дублирующих способа как минимум. Хотя бы яйца, хотя бы рыбу, хотя бы сырую. Хотя бы кишки, хотя бы сердце, хотя бы печёнку разрезать, прямо вот жрать, чтобы кровь по щекам текла. Хотя бы солёную. Кстати, солёная рыба очень хорошо помогает от таких проблем. Вот. Правильно. Только по той причине, что там омега-3 жирных кислот, особенно какую солёную это едят. Сёмку, как правило, красную разную, там много в северной рыбе жирных кислот, омега-3, которых дефицит у людей, поэтому лучше становится. Да, если она солёная, то есть белки недонатурированные, у кого дефицит белка, действительно, и этот белок организм возьмёт, ну, коль откуда-то брать больше неоткуда, тем более, если она сырая, что лучше, чем варёные, денатурированные белки, где варёной и жареной пищи, только их получить, ну, практически невозможно. Только вторичным путём, то есть путём расщепления уже патогенной кишечной микрофлоры, вот этих денатурированных белков, когда они выделяют, в том числе, синтезируют и аминокислоты, то есть протобелки уже сами на этой пище, тогда можно получить. Ни в коем случае, ни в коем случае не делайте никаких слабительных процедур, потому что некоторые идиоты, которые меняют себя врачами, они очень пропагандируют чистить кишечник с помощью различных слабительных... Кого она это имеет в виду? Ну, самый большой пропагандист этого дела, как известно, Марва Угоршаковна Гонян. Мнят себя врачами, она сказала. Вообще-то она врач по диплому, а не мнит себя врачом, и также биохимик ещё к тому же. Вот бы интересно посадить эту дамочку, да не захочет, рядом, я бы даже организовал такую встречу. Эту дамочку, а Гонян, а я бы, ну и подтянул бы ещё кого-нибудь, например, там, ну, Советова, предположим, а может быть ещё кого? ...средств. Это невероятно опасно. Вот это как раз чуть меня не сгубило. Я, конечно... Отсутствие мозгов не сгубило, а не это. Во многих вещах сейчас понимаю, что чуть не сдохло, я потому, что я верила вот этим вот мозгокрутом, хотя хочется сказать другое слово, мозгокрутом, которые понабрали там, они такие великие, врачи, натуропаты, они понабрали там подписчиков миллионы, все с раскрыв рот их смотрят. А может быть зависть насчёт подписчиков? Может быть вот эта зависть, кстати, почему и канал решила сделать и уже раскрутиться, ведь каждый на своей идее раскручивается. Кто-то на разных, но таких мало, кто-то на, так сказать, какой-то выбранной, где она кликушествует, вот как она и на негативе, а есть такие, многие, которые, так сказать, сейчас во всём, ну, чтобы сам успокоиться, винят что-то или кого-то другого, или идею, или, как она, природу, она же замахнулась на кого? На сыроедение, а что такое сыроедение? Потребление пищи в живом, неубитом виде. А что это такое сыроедение? Это питание по природному, природным законам. В природе не предусмотрен другой вид питания и усвоение питательных веществ, как от одной живой клетки к другой. Это естественно, она не протест не кому-то выражает сейчас, а здравому смыслу и законам природы. Как же так едом? Это всем надо чистить кишечник, раз в неделю пить слабительное. Не надо, каждый, это только идиоты, раз в неделю будут пить слабительное. Это только надо делать в момент прохождения, например, антипаразитарные программы, когда надо действительно выводить, а некоторые цепни, например, те же ленточные, бычьи цепни и прочие, ну, очень сильно якорятся за кишечник, когда действительно слабительное поможет выгнать ослабленных либо уже погибших гельминтов из организма. Это необходимо. Есть и другие причины, по которым надо проходить очистительные вот эти процедуры, но это курсы определенные, а не постоянно. Если она делала постоянно, да еще и имеет дисбактериоз, и кишечная микрофлора, конечно, не могла потом быстро после постоянных вот этих вот проблем прийти в нормальное состояние, да еще и питание было неправильное. Ну, я так предполагаю, что много было и действительно в фруктовых соках, а главное, жирной пищи с высоким содержанием омега именно 6. То есть миндаль, арахис и так далее. То тогда еще что удивляться. Это еще, так сказать, это нормально, что так было у нее. Вот. А когда им же, этот же человек, он не смог ответить на вопрос, ему вопрос задали в письме, женщина написала, мой муж пятый день дрищет после слабительного, которое вы прописали. Пятый день. Он потерял, он похудел до 38 килограмм, он сыроед, что ему делать? А этот человек ничего не ответил, потому что он научил пить слабительное, а когда человек 5 дней дрищет, у него уже полностью потери всего вообще. Да, это правильно, потери, естественно, коли так, это понос, это вымывание из организма, конечно, многих питательных элементов. Интересно, кто такое не ответил? Кто написал вот интересно, и кто не ответил? Трищет жидкости, всех микроэлементов всего, 38 килограмм у него осталось. Вот, мужчине, он даже не сказал ему выпить жидкость для восстановления водно-солевого обмена, регидрон, это безумие, как можно верить этому врачу? Натуропату! Натуропату! Я ему верила, этому человеку, я чуть не сдохла. А когда я спросила, сколько стоит консультация, он сказал, 15 тысяч. И не факт еще, что он бы разобрался. Может быть, про Советова она имеет в виду? Потому что сам он себя пропагандирует, что он сыроед, а он ни хрена не сыроед. А интересно, вот это, откуда она... Во-первых, интересно, про кого надо уж так говорить открыто? Про кого она говорит? Сказала бы, если такая честная. Привела бы цитату, скриншот, откуда, где это было. Задали бы вопрос этому человеку, а вы действительно не ответили? По какой причине? Может, он не увидел где-то в тысячах писем это письмо? Может быть, он не просматривает ролики в Ютубе или еще где-то, или в соцсетях. Кто это знает? Она утверждает, прям уверена, что знает. Разве это честно? Сначала надо узнать у человека причины, убедиться, что это действительно так. Если бы он был сыроедом, у него все те же самые проблемы. О, вот оно доказательство! А если он разумный сыроед? Если он учитывает эти ошибки, которые это безумное, с безумными глазами, не учитывала и наплевала. Во как у нее доказательство, что он не сыроед. Потому что сыроеды, типа, ну хорошо, теперь то есть, значит, бесполезно даже кого-то бы ни было приводить в примеры. Потому что эта дамочка скажет, они врут. Цинично, безапелляционно скажет, они врут, потому что не может этого быть на сыроедении. какие же есть идиоты и мерзавцы. Потому что куча людей не пишет сейчас, у которых такие же проблемы. Ну и что? Что это доказывает? У кучи людей такие же совершенно ошибки делали, как и эта дамочка. Куча людей, куча людей ошибки допускают. И что? Кстати, а мне хочется вот другое спросить. А вот на мясоедении нет кучи проблем и кучи больных, миллионов и миллиардов людей, которые имеют рак, инфаркт, инсульт и другие болезни. И как она говорит, подыхает, только не чуть, а конкретно подыхают. Причем от болезней. Нету? Какая же она тупица просто по-другому не сказать. Которые поверили вот этим идиотам, натуропатам, а теперь они пишут мне и говорят, что они... Идиоты они не потому, что натуропаты, а может быть человек идиот, если несет чушь безапелляционно, цинично и не слушает доводы, доказательные, если, конечно, таковые и есть, и не признает свои ошибки, если эти ошибки действительно были, ошибки могут быть у любого человека. Но только это нужно обосновать логически, а не фанатично, так сказать, на веру. У них то же самое, что у меня, а естественно, а что может быть еще хорошего от этого, от этих дебильных советов? Ничего не может быть хорошего. Может просто сдохнуть человек в отсвете лет. Вот и все. Да, он и молодится, он похудеет, у него обновятся мышцы, кровь, кости, да, кости, потому что магниты вытягиваются из костей в том числе. А теперь магний приходится пить все время, потому что, чтобы его количество в костях наконец-то скопилось, то, которое было до сыроедения и до всех этих чистых. А может проблема в дефиците витамина Д3? Ну, насчет костей-то, а? Нет? Этого его надо пить годами, потому что, если пять лет ты его терял, пять лет ты его потом должен пить. Вы посчитайте, во сколько вам обойдется пить биотом. Правильно, лучше сразу быть разумным человеком, чем идиотом. Бавки с магнием пять лет, если вы будете сыроедить пять лет, как я сыроедила. Вот и прикиньте, умно ли вы поступаете, чистя себе кишечник, веря всяким идиотам. Вот. Так что... Идиотам и идиоткам верить не нужно, безусловно. Нужно думать. Я всегда к этому призываю лично, по крайней мере я, что вы, дорогие друзья, не верите, а думайте. То есть, ту информацию, которую вам кто-то говорит, и я в том числе, анализируйте. Разумна ли она, логична ли она, сопоставима ли она с конкретными неопровержимыми данными, доказательствами, здравым смыслом. То, что есть в природе. Самое главное, мерило, безусловно, это то, что мы видим, то, что мы знаем. То, что есть в природе, в том числе питание. Питание. Живое питание. Там не предусмотрены сковородки, костры и кастрюли. Не потому, что их нет, а то животные типа могли бы, как некоторые, начинают фантазировать. А не надо фантазировать. Есть как есть. Вот как есть, это истина, что так должно быть, потому что в природе всё логично и по каким-то высшим законам естественности идёт. То есть, иначе бы её просто не было бы. И вот это идеально, действительно, сбалансированных отношений в природе, пищевых, трофических связей и прочих. То есть, это есть истина. А если это есть истина, то мы, люди, должны искать проблемы не в природе искать ошибки, потому что мы ищем именно в ней, по её вот сейчас речам, а в себе, какие мы сделали ошибки, в чём глупость была и так далее. А природно ли мы питались или смешивали то, что вообще не должно быть? Или вообще взбивали жиры, которые окисляются и дают вот это, в том числе, мутагены, типа гидропероксидлипиды, молекулы и прочее. А ещё потом удивляемся. Делаем действительно раз в неделю зачем-то клизмы, хотя это не нужно постоянно раз в неделю. Это вообще бред. Это вообще... Эти вещи это крайне опасные, ощелачивающие меры, чистка кишечника, любыми способами. А какие меры уже нужны по её мнению? Ну, коли уже тут до мяса дошли, ну, естественно, окисляющие, наверное, меры, да, естественно, теперь? Клизмы это, я считаю, неплохо, в принципе. А, да, стоп, только что говорила 20 минут или там сколько, 15, о том, что так это плохо, что это вообще бред, так тогда надо было с самого начала сказать, что, вот как сейчас, что это неплохо, только надо знать миру и когда это делать? Вы клизмы делаете с солью и соль всё равно поступает и меняется способом. Какой кошмар. Соль никуда не поступает. По законам осмоса, о которой она так пеклась, как раз из кишечника и стенок будет жидкость вместе с растворёнными токсичными веществами внутрь полости кишечника выходить в этот солевой раствор. Никуда соль внутрь не впитается. Вот даже не знает основы физики вообще. Не только клизмы с солью, потому что соль-то я внутрь не могла употреблять. Всё же желудок не справлялся. У нас выка с кислотностью. Причём тут соль и желудок? Вообще бред! Растворённая в воде та же соль, поваренная натрий, хлор в тёплой воде, предположим, прекрасно впитается в толстом кишечнике вместе с этой водой. Слизеобразующих продуктов никаких не употреблялось пять лет. Слизистая была... А гипертонический раствор, вот этот самый, когда столовая ложка идёт, большая концентрация соли на литр воды, предположим, или на два, как там в кружке эсмарха, безусловно, никуда соль внутрь не впитается. В кишечник уже. А наоборот. Она вся оголена, как же можно съесть соли? Там пиздец просто сразу происходит. Что происходит? Полный? Ну ладно. В желудке, когда у него на соль вырабатывается соляная кислота, там просто можно получить благодаря этому язву, Сибирь. Язву? Язву вообще... Ну ладно, хорошо, она же верит теперь в медицину, но тогда надо посмотреть медицинские исследования, которые говорят, что язвы желудка провоцируются бактерией хеликобактер, которая развивается в больших количествах по каким-то причинам. Это уже ученые не говорят, но просто констатируют факт, что язвы от бактерий хеликобактер. Но не от соли. А соли даже по старым, так сказать, индийским и другим учениям как раз в разводе иногда в воде, выпивают чуть-чуть. И в этом есть, кстати, биологический смысл, когда с возрастом по причинам болезней хроническим там разным уменьшается выработка соляной кислоты, и вот желудок как защитный барьер попадания туда инфекций, белковой природы, ну, бактерий, вирусов, грибков, а это же белки, так вот он должен разбирать их, растворять, а он не может этого сделать, потому что соляная кислота не один, два, паш, а там три, например, то тогда этим методом либо слабым раствором яблочного уксуса действительно выпивают до еды за полчаса, увеличивают концентрацию соляной кислоты. Кстати, желудок периодически, то есть, ну так, если делать периодически, то постепенно начинает выработку большего количества, нужного, необходимого количества соляной кислоты. Желудка, вот что, чем это все грозит. И еще один момент, я очень рекомендую, настоятельно не отказываться на совсем от животного вилка, в виде яиц и рыбы, хотя бы соленой, хотя бы мороженой. Яйца можно есть сырыми, но куриные яйца могут сырыми вызвать диарею, поэтому употребляйте желудки перепелиные, сырые, по чуть-чуть можно их вмешивать в салаты. Если вы хотите сыроедить, если вам это нравится, и у вас какие-то убеждения с этим связаны, вы можете этот эксперимент прожить. Но еще одно убеждение, которое существует и гласит, что чем ты строже сидишь на сыроедении, тем быстрее организм приспособится, и тогда у тебя есть шанс прожить там 150 миллионов лет, и умереть не от одной болезни, от которой умирают обычные люди, которые питаются не так, как вы. Так вот это просто тоже бредовое убеждение из разряда «делай как я, и ты будешь очень крут». Нет, сейчас вот как раз она и проводит. «Делай как я, жири вот это». Это макробиотика у нее там, специалист большой, видать. От вот этих вот, которые рассказывают, как они накачались на сыроедении. Желток перепелиный и рыба соленая или отварная, я считаю, должна быть в рационе каждого сыроеда. Обязательно. Даже если он не употребляет. Отварная рыба в рационе сыроеда должна быть. Тогда он прекращает быть сыроедом, но, так сказать, и становится обычным, так сказать, мясоедом, ну, с определенными поправками на такую индивидуальную веру в питании. Это, конечно, хорошо. Да, прекрасно. Ой, только полный бред, потому что я объяснил и постоянно объясняю, как синтезируются белки и что с пищей всего лишь, если мы говорим о каком-то нарушении в работе кишечной микрофлоры, когда она не может вырабатывать в полном объеме нужные аминокислоты, то тогда из пищи их надо получать. Но как из пищи их получать? Просто понять, в каких продуктах есть все незаменимые, в том числе, трептофан и прочие самые важные аминокислоты в больших количествах. Есть такие специальные продукты, которые производятся сейчас с промышленным способом. Есть природные, типа спирулина и так далее. Есть те, в которых и так много, типа крапивы сныти, которые вводить надо в салаты и в зеленые коктейли. Помимо той другой пищи, которая в том числе и в орехах, но только, например, в грецких, в фундуке, предположим, и в кедровых, но не в миндале, предположим, потому что там и так очень много омега-6, жирных кислот. Но если вы, конечно, едите много льна, ну, семян конопли, предположим, льняных семечек, льняного свежеотжатого масла, то тогда этой проблемы не будет и даже не страшно поесть и миндаля. Опять-таки, это все надо понимать. А когда люди годами, как Бутенко, ела, только, превышая в разы дозы омега-6 жирных, она испортила, естественно, себе определенный, так сказать, потенциал сократила жизни и здоровье, потому что делала ошибки просто. Она потом это поняла, вот, по крайней мере, в отношении жирных кислот. Эта дамочка, вероятно, еще не понимает, вообще ничего, видимо, не понимает. Да, наткнула пальцем, что называется, в небо, попала в точку. Она действительно, вернув в рацион, сырые желтки, увеличила содержание Б12 в организме, жирных кислот некоторых определенных, других витаминов, действительно, Д3 тот же. Конечно, стало ей лучше, но не потому, что она истину поняла и правильно стала жить, а потому, что она просто исправила волей и неволей, по невежеству своему, но, тем не менее, исправила в какой-то мере те ошибки и, скажем, ликвидировала дефицит определенных питательных элементов в своем рационе вот таким переходом питания, в том числе, сырая рыба по жирным кислотам и по некоторым по аминокислотам, если у нее был в них дефицит. И действительно, она поэтому восстановила утраченное, скажем, или частично восполнила утраченное здоровье, упадок сил, как следствие проявления вот этого дисбаланса в минералах и других питательных элементах. Она просто это восстановила, но не более того. И не Америку открыла, и не истину теперь видит и речет, а просто от своего, так сказать, мракобесного безумия погрузившись в другое, но получив дефицитные элементы питания, она теперь хорохорится, что она истину поняла, знает и может учить. Это там никакого другого белка, то есть просто проростки, просто бобовые там проростки, пшеничные проростки, они вопрос этот не решат. Правда? А почему? Доказательства есть? Ну-ка состав предоставить, где какие аминокислоты, и тогда, если там действительно не будет какой-то, в определенных сочетаниях проростков, каких-то аминокислот в нужных количествах, тогда можно говорить, действительно, уже аргументировано, что это не решит вопрос. А если решит, если соотношением определенного количества определенных проростков эта проблема по аминокислотам решается, ну хорошо, допустим, нет, ну добавили спирулину или еще что-то, и решили, и тогда что, все равно она будет говорить? Она будет, это точно. Она и уже это говорит, потому что или не хочет понимать это, специально скрывая, или действительно органически не понимает. Вот, то есть, тем более, если вы задумались, или уже сыроедите без соли, потому что с рыбой и с желтками натрий может поступить, а вот с овощами натрий вы никак там не запасете. Охренеть можно. Ну-ка посмотрим, сколько в сельдерее натрия содержится, и сколько его реально надо нам, если мы сильно не закисляем свой организм, когда любые щелочные металлы, то есть, элементы вот этих вот щелочных металлов, действительно нужны для раскисления организма, то есть, для восстановления PH, сред всех, восстановления кислотно-щелочного баланса всех сред организма, тогда берутся щелочные элементы, и калий, и магний, и другие, натрий, действительно, их не хватает, может не хватать, и тогда человеку хочется солёного. И у вас просто грозит это истощением, обезвоживанием. Так что... Чтобы не грозило обезвоживание, надо пить воду. Только не кофе, чай там, и так далее, а именно воду. Дорогие друзья, сыроедьте с умом, и понимаете, что... Подожди, стоп. Только что она говорила, что сыроедение – это безумие, что сыроедение чуть её не погубило, почему я чуть не умерла от сыроедения, что надо есть обязательно животные продукты, и так далее, и так далее. И тут говорят, что сыроедите, ну, сыроедьте, если вам нравится, только с умом. Так с этого я и начинал вот эти её претензии разбирать, что нужно сыроедить с умом. Это временная мера для того, чтобы почистить ваш организм. Это не питание естественное какое-то... То есть, как это так? То есть, как? То есть, в природе для всех живых существ это естественное питание для миллионов видов животных, начиная там от насекомых до высших млекопитающих. в миллиардных поколениях, ну, или там, пусть тысячах, ладно, поколениях этих животных. Это питание, да? То есть, для там сотен, триллионов особей без числа. Не считано. И человек вдруг, существо с другой планеты, искусственно выведенное существо с другой планеты, которое должен питаться синтетической или переработанной, или, может быть, даже уже дойдём до рафинированной пищи. Ну, что за бредятина, алогичная. Вот это просто может говорить тот, ну, ладно, кто никогда не задумывался над этим. Но тот, кто задумывался и понял, вот просто хотя бы думал об этом, как вообще можно нести такой бред, что сыроедение это не свойственно. Другими словами, что она говорит природе питания, тип питания. Или, типа, для всех животных, да, для людей нет. У нас, типа, по-другому биохимия, что ли, идёт? Какие же идиоты бывают люди? Это вешают вам лапшичку на ушички. На ушички? А может, на вот эти бровички выщипанные? Вот. Это не какое-то там что-то там призвание там от есеев от каких-то, которых никто не видел, написали про это пять лет назад. Правильно, вот поэтому я всегда говорю, что мало ли что там написано, где бы там не было написано. Читайте открытую книгу жизни, природы, а именно законы природы, которые природа с нами говорит языком вот этих вот причинно-следственных связей, вот этих процессов, которые мы можем видеть или закрыть глаза и не видеть. Если мы видим, что в природе всё питается, все только живой пищей, то есть сырой, поэтому сыроедение это единственно возможный и естественный тип питания в природе. Вот, или десять. Вот. Вот эту чушь, которую строят по интернету, она прям выбешивает, потому что... Она страшно выбешивает. Вот такие дамочки, которые споткнулись, упали и по своей же дури, а потом нет, чтобы принять, понять свои ошибки, разобраться, искать, каком я была там дурой или дураком, и вот допустила ошибки. Не допускайте эти ошибки, а надо так и так. А им легче, примитивно и подло заявить, что всё это ерунда. Жизнь ерунда, природа ерунда, сыроедение, всё это ерунда и неправда, а надо жрать так, как приятно и как вкусно. Это всё, весь этот опыт прошёл на себе, а вот это видеть с горящими глазами вот этих вот неофитов, которые... Так вот, так вот, вот эта дамочка и есть с горящими глазами, фитка, вот эта вот сейчас. Вот она настоящая фитка, вы какой хороший кадр. Давайте её, кстати, вот этот именно кадр поставим на обложку. То есть он очень хорошо отражает её внутренний богатый духовный мир. Отражает прекрасно. Нам рассказали, что у него вот такие мышцы наросли, или что он там... У неё, видимо, с мышцами какая-то подсознательная, что ли, вот эта вот проблема, какая-то, так сказать, комплекс какой-то. Выглядит на 20 лет. Да купите себе бьюти-телефон, с бьюти-режимом. Вы тоже будете в 40 выглядеть на 20 лет. Это я не могу судить и прокомментировать. Не знаю, что это такое, ладно. Снимайте видео. Идём дальше. Это очень хорошо работает. Это дешевле, чем потом лечиться после сыроедения. После сыроедения? А после мясоедения как лечиться, предлагаете? Как лечиться после мясоедения? Такие вот рекомендации будут от меня сегодня. Дорогие мои. Я желаю вам здоровья и не делайте идиотских поступков по отношению к себе. Себя надо ценить, холить, лелеять, уважать, а не уничтожать и издеваться над своим телом. Именно так. Поэтому вот слушать таких дамочек это то же самое, что как раз себя не холить, не лелеять, а уничтожать, стать человеком глупым, а не разумным, фанатиком, сектантом, потому что, так сказать, вот как раз вот эти горящие глаза и ненависть и злоба и выбешивание и так далее, ну все, что она говорит, явно и неявно. То есть то, что мы можем видеть, исходя из реакции, из, так сказать, эффектных высказываний и гениальных умозаключений вот этой дамочки, вот это не стоит принимать, а стоит быть, дорогие друзья, разумными людьми, которые просто не должны закрывать на правду жизни, то есть на законы природы, глаза свои, а разбираться в себе, в ошибках, в питании, в биологии, биохимии, физиологии человека, что я и всем желаю, и если сочтете нужным, смотрите мои лекции, которые помогут вам все это понять, а не верить, а просто знать. Вот, собственно, и все. Снял сюжет, меня попросили, и сам не мог не сделать этого. До новых встреч, до свидания. До свидания.